Ну, начну я маленько, наверное, с того, что представлюсь. Зовут меня Богомолв Иван. Программистом я не родился, а программистом я стал. И на текущий момент у меня порядка половины моего трудового стажа. Это, собственно, фуллстек разработка. Ну, фуллстек и фуллтайм. Я, как писал раньше, фронтенд и бэкэнд, сейчас все-таки больше перешел в старт и бэкэнда. И работаю в такой компании, как PushLush. Если кто-нибудь что-нибудь слышал, как бы хорошо для тех, кто не знает, что это, это компания, которая занимается представлять сервис по доставке пуш- уведомлений. У нас HighLot, находимся мы в Новосибирске. Ну, как бы. Вот так. Не думаю, что есть смысл активно ее здесь пиарить. Вот. Перейдем, наверное, собственно, уже к рассказу о том, о чем мы собирались. О шифровании, об алгоритме Диффи Хеллмана и всем, что с ним связано. Вот. Не имел никакого представления, чтобы положить на первый слайд, пока такое небольшое вступление идет. Поэтому сразу зайдем с... резко перейдем к теме. Что такое вообще шифрование? Шифрование – это процесс преобразования информации таким образом, что информация становится недоступной для неавторизованных пользователей и доступна только тем, кому вы сами... чей круг вы можете сами ограничить. Вещи, связанные с шифрованием, появились достаточно давно. Еще тот же самый Цезарь, как вы тут видите, шифр Цезаря, еще тогда возникала проблема, что необходимо передавать информацию таким образом, чтобы могли читать только нужные люди. и сторонним лицам эта информация не могла никак достаться. Ну, собственно, в старые времена шифр Цезаря изначально были придуманы симметричные шифры. Это такие шифры, в которых существует один ключ, с помощью которого происходит и шифровация, и шифрация, и дешифрация информации. То есть, вот, допустим, конкретно на примере шифра Цезаря у нас есть исходный алфавит, вот, допустим, наш кириллический. И мы... Вот конкретно Цезарь у себя использовал ключ с числом 3. Что это значит? Это значит, что мы берем наш исходный алфавит и шифруем сообщение таким образом, что в шифрованном сообщении каждая буква сдвигается на 3 позиции относительно своей оригинальной. То есть, таким простым преобразованием мы можем из оригинального нашего алфавита, который вот АПВГТ, получить шифрованную. А отличается он только сдвигом на 3 буквы. Ну, как бы, что происходит тогда с сообщением? Оно становится нечитаемым и просто непонятно на брук. Если заранее не знать ключ, то, как бы, непонятно, что с этим делать. На самом деле, есть методики, которые позволяют скрывать такие шифры, но, как бы, это за немного рамками нынешнего нашего вебинара. И касаться мы их не будем. Но такие вещи, как шифр Цезаря, очень просто скрываются. Сейчас есть более сложные. Как бы, шифр Цезаря – это простой пример, на котором можно достаточно легко и быстро посмотреть, как работает шифрование, в частности, асимметричное. Несколько спустя, как бы, 20 веков примерно, если я правильно помню, изобрели асимметричное шифрование. То есть, что это такое? Если вот конкретно в шифре Цезаря мы выбираем ключ 3. И мы для того, чтобы шифровать сообщение, мы используем эту тройку. И для того, чтобы дешифровать сообщение, мы точно так же используем эту тройку. То есть, получив шифрованное сообщение, мы берем букву условно G и сдвигаем на три позиции назад индекс относительно исходного алфавита. Получаем букву A. И, собственно, все просто и все понятно. С асимметричным шифрованием логика несколько сложнее. В этом случае используются два ключа. Один для шифрования, другой для дешифрования. И, собственно, это добавляет сильно больше сложности. Еще важный такой момент по поводу симметричного шифрования. Если мы используем симметричные шифры, то ключ должен быть заранее известен обоим сторонам. Касательно асимметричного шифрования этот ключ может быть динамически вычислен на основе условно, так в кавычках скажем, косвенных признаков. Вот что, собственно, в алгоритме Диффи-Хеллмана и происходит. Мы потом на это посмотрим. Ну, можно сразу назвать такие весомые примеры. Почему, собственно, доклад называется «Киты интернета», киты, на которых стоит интернет. На асинхронном шифровании держится, собственно, самый сейчас набирающий популярность протоколу HTTPS. Почему набирающий популярность? Потому что сейчас стало достаточно просто получать, регистрировать свои домены и получать набор приватных и публичных ключей, которые будут храниться у третьего лица, который выступает доверенным для каждого из клиентов. Помимо HTTPS, есть такие вещи, которые сейчас, особенно в России, стали набирать популярность. VPN называется. То есть это технология, в рамках которой создается туннель и трафик между точками, между которыми поднимается туннель, шифруется, собственно, по алгоритму DeFi-Hellman, асинхронно, асимметрично. И как бы фишка в том, что в процессе установления туннеля злоумышленника, который захочет посмотреть ваш трафик, он не будет обладать ключом, с помощью которого сможет дешифровать трафик, потому что этот ключ нигде в открытом виде не передается. Но на это мы чуть дальше посмотрим. Наверное, можно начать, что мы следующие по слайдам. Касательно шифра Цезаря. Мы его сейчас реализуем. Достаточно наивную имплементацию. Строится она на основе такой нехитрой логики. Вот, собственно, здесь на слайде вы можете видеть не совсем понятные, может быть, с первого взгляда обозначения. Но конкретно вот первая формула, где и великий крайен х плюс к проценту, что это значит? Это значит, что у нас есть какой-то символ алфавита. Алфавит у нас состоит из фиксированного набора символов. Символы заранее определены, длина у них конечная, то есть как бы строго математически. Х – это номер, позиция элементов в алфавите. То есть, если мы говорим о русском алфавите, то условно буква А для нее х будет равен единицы. Для B, соответственно, два. И как бы дальше считаем. К – это ключ шифрования. То есть, та вещь, с помощью которой мы сможем шифровать и дешифровать сообщение. Н – это мощность алфавита. Сейчас нам понятие мощности как бы особо ни о чем не говорит, и в рамках нашего вебинара оно не особо ценно. Здесь мы можем эту мощность однозначно заменить на длину алфавита. То есть, длина русского алфавита, если мне память не изменяет, 33 символа. Что такое иврик? Иврик – это позиция зашифрованного элемента. То есть, мы используем один и тот же алфавит, и, зная изначальную позицию символа не шифрованного в алфавите, получаем позицию в этом же алфавите для шифрованного символа. Ну, то есть, условно говоря, если мы говорим про букву А, у которой индекс 1 путем нехитрых манипуляций с ключом равным 3, мы сдвинемся до буквы G. И все буквы А, которые были у нас в сообщении, заменятся на букву G. Относительно B, у которой будет номер 2, B заменится на что там? G, D. Она заменится на D, соответственно. А на этой формуле написано, в этой формуле, как бы, вот этот процентик – это как бы не соврать-то, целочисленное деление. То есть, мы имеем алфавит длиной 33 символа, а X у нас единичка, K у нас что, троечка, 1 плюс 3 – это 4, и целочисленное деля это на 33, мы, собственно, получим значение, позицию. Такая же логика работает для дешифрования. Обозначения здесь те же самые, то есть, X – это позиция уже дешифрованного символа, а Y – это позиция шифрованного. Просто нам нужно сдвигаться теперь в другую сторону. То есть, обратное преобразование. Может быть, я сейчас говорю запутанно, туманно и непонятно, но я думаю, сейчас мы напишем немного кода, и все станет сразу ясно. Давайте приступим. Создам проект с нуля, и мы посмотрим, как оно работает. на самом деле хотелось бы примерно представлять уровень наших, моих слушателей. Конкретно сейчас я создаю проект, я заведу, я писать не буду на питоне, я создаю виртуальное окружение. что это такое? Такую команду, и в каталоге, то есть, я пишу в линуксовом окружении с линуксовым интерпертатором. в виндусе есть линукс субсистем, ее я использую. То есть, я нахожусь в каталоге workspace вебинар и здесь я выполняю команду virtual-renv минус python3 vn. Эта команда создаст виртуальное окружение, положит его в папочку vn и интерпретатором будет работать python3. Зачем я это делаю? Затем, что когда вы чего-нибудь разрабатываете, вам скорее всего нужны будут сторонние библиотеки. На каждый проект, на каждый случай ставить стороннюю библиотеку себе в систему может быть достаточно проблемным, потому что условно два проекта, один требует библиотеку версии условно 0.1, второй проект требует библиотеку версии 0.2. И тут возникнет проблема, как вы будете управлять зависимостями библиотек в проекте. Для этого был придуман в питоне VirtualLength и это собственно часть, она не часть, система, она использует стандартный системный интерпретатор и к нему можно собственно конкретно в локальный вот этот каталог добавить необходимые необходимые библиотеки. Вот. Прямо сейчас мне, наверное, никакие библиотеки особо не нужны. Прямо сейчас я создам каталог SRC, в котором у меня будут лежать исходные коды текущего проекта. И назовем мы это дело MainPy. еще такой момент. Я же обещал в описании вебинара, что буду писать придерживаясь методологии TDD. Да. TDD это такая методология, в рамках которой переводится это как разработка через тестирование. Сначала пишется тест, этот тест запускается. Судя из постановки вопроса, что пишется тест, а кода не пишется, очевидно, что тест падает, потому что как минимум не может ничего импортировать. После того, как мы написали тест, убедились, что он не работает, мы пишем код таким образом, чтобы он удовлетворял тому тесту. И запускаем тест повторно. Таким образом имеем множество достаточно мелких итераций, в рамках которых мы постепенно улучшаем тест и пишем код. Что это дает? Это дает несколько иное отношение к коду и построению архитектуры приложения вначале. очень часто и полезные ситуации, когда пишется много кода, много сильно связанного кода и возникает проблема с тем условно большой класс на много-много-много строчек кода, есть условно-приватные методы, как бы в питоне как таковых приватных нет, но тем не менее условно, пусть они будут. Мы меняем этот приватный метод и нам бы хотелось не проверять всю цепочку вызовов от публичного метода до конкретного приватного, а мы бы хотели проверить атомарно маленький функционал, который мы поменяли. и если писать код не придерживаясь методологии ТДД, это может быть проблемой. Но как бы это может быть, может не быть. ТДД ставит перед собой задачу, чтобы таких мыслей не возникало, решая как бы собой проблему организации кода. поэтому что мы сейчас делаем? Мы создадим файл, который будет называться PESTLE.PAI. Да, в корне. И в Питоне есть менеджер пакетов, менеджер зависимости, который позволяет из интернета поставить необходимые библиотеки, которых не хватает. Называется он PIP. вот этим PIP мы сейчас поставим фреймворк для тестирования, который я тоже писал в описании вебинара. таковой тоже я делаю. проблем в чем было. После того, как я создал Virtual Land, окружение, в котором будут лежать библиотеки, мне нужно его активировать, потому что каким образом этот Virtual Land позволяет делить библиотеки версии между собой. Он подставляет переменное окружение. и до тех пор, этих переменных окружений нет, интерпретатор Python ищет все библиотеки в своем стандартном системном пути. Здесь мы сейчас я активировал Virtual Land, и теперь я могу обращаться к библиотекам, которые лежат в этом каталоге в Янв. Поэтому я отставлю свой тестовый фреймворк в окружении, виртуальное окружение, чтобы не захламлять систему основную. Вот оно стоит. Зачем нужен тестовый фреймворк? В том, как нашего кубинара, на самом деле пользы от него не так, чтобы много. он нужен только для того, чтобы ну конкретно в наших задачах он нужен для того, чтобы искать модули в терминологии Python, искать в них методы и запускать их. Собственно все. Мы даже стандартными ассертами пайтеста пользоваться не будем. Вот. Так что мы есть нужно ли он не нужно мне дам. У меня есть заготовка с алфавитом, чтобы не писать это все руками. Я хочу ее скопировать, чтобы он бежал. вот. Соответственно, что мы будем делать? Мы будем писать как было примерно в презентации. Мы напишем две функции. Одна будет кодировать символ, другая будет декодировать символ. Кодировать будет называться коди. по поводу тестового фреймворка. Он умеет искать тесты, и тесты он ищет по префиксу. То есть файл называется test.all, он найдет префикс тест и будет искать внутри этого файла функции, которые будут тоже иметь свое название и слово тест. Поэтому мы создаем функцию тест-коди. Да. и что мы будем делать? Сразу импортируем модуль main, который пустой. будем подразумевать, что в main у нас есть функция коди, которая будет сертифировать символы. и как я уже говорил до этого будем использовать ключ равный 3 просто по умолчанию. Эта функция с ключом равным 3 на букву A должна нам вернуть букву G если я правильно помню. И букву А на русскую вот это собственно сейчас написано фигня, потому что нам надо использовать assert. Если кто вдруг не знает, assert это стандартный кейворд ипона зарезервированный. Что он делает? Он принимает запись, кстати, да, вроде должна быть, по крайней мере, на ютюбе она останется. И с ютюба я наверное не буду ее никуда удалять, она будет долго висеть. А assert ключевое слово аргументом оно принимает выражение и если выражение истинно, то собственно ничего не происходит. Если выражение ложно, то выбрасывается exception. То есть выброшенный exception значит, что тест не пройдет. Вот. И сразу тогда напишем функцию для декодирования. И если она должна вернуть нам все с точностью до наоборот. вот. Вот. что как бы и намекает. Тесты у нас не проходят. Но mycash это каталог, в котором интерпретатор Python складывает временно свои значения используемые для оптимизации. То есть на него не обязательно обращать внимание и переживать. Вот этот test-all pi с кильдой это мой текстовый ретректор состав backup. То есть это не обязательно смотреть. Вот. Мы хотим, чтобы SRC у нас было пакетом в терминах Python, чтобы мы могли импортировать проще импортировать в других каталогах. Для этого в Python для того, чтобы сделать каталог пакетом есть такой служебный файл main.py, который надо положить в пакет. SRC у нас состоит из main.py и main.py. Ну и служебные файлы, которые нам особо не нужны. Вот. Теперь мы идем писать код, который будет работать. Сейчас в цель алфавит у меня обозначен как литерал, то есть константная структура данных. Как константная я определю кей, тоже равный трем. Будет функция код, которая будет принимать букву, что есть с строка. И можно будет опционально передать ключ, который будет целочисленным значением. И поставим ему значение по умолчанию кей. То есть если его не указать, то будет использоваться определенный кей. Теперь что мы делаем? Мы смотрим на нашу формулу. x это индекс в оригинальном массиве k ключ n длина алфавита. То есть что мы делаем? x таким образом мы получим индекс элемента в массиве. мы хотели получить что-то мне надо ускоряться разговаривать и меньше расползаться мы по тому самому x plus k и что мы там делали? Отчисленное деление на длину алфавита. нам нужно вернуть элемент под новым индексом. сразу пишем функцию decode сигнатуру ее здесь мы скажем что функция возвращает строку эта функция у нас тоже возвращает строку сигнатура у нее аналогично нам также нужен x который мы аналогично получаем и новый вычисленный индекс у нас считается по формуле и минус к и сам длина алфавита и все делим на алфавит аналогично возвращаем и аналогично и аналогично длина допустим тесты и посмотрим пройдут ли они они прошли это значит это значит что наш код работает так как мы ожидали теперь давайте напишем тест сложнее ну чтобы убедиться что это работает более чем на одно условие для этого мы что сделаем и это напишем еще одну функцию которая будет кодировать слово и ее обращает она точно как же строку сейчас мы напишем однострочное выражение которое сделает нам все что нужно говорит что джоин принимает итерабельный объект и элементы из которых стоит итерабельный объект объединяет с разделителем здесь разделителем просто все объединит map это функция которая имеет принимать аргументом она принимает собственно другую функцию вторым аргументом она принимает объект тоже итерабельный к каждому элементу которого она применит переданную функцию этот объект у нас word вот то есть что произойдет выполняться изнутри наружу таким образом что map к всем элементам word применит функцию код и вернет объект в виде условно в кавычках массива потому что в третьем бетоне это генератор но как бы сейчас не важно он вернет условно массив из кодированных элементов которые собственно потом объединятся в строку и мы сделаем аналогично decode word даже это сделаю вот так decode и здесь тоже функция декор собственно соответственно код это функция которая вышла с а и на не придерживаясь методологии правильно потому что временно подошло с словом у нас будет привет у меня мой алфавит задан заглавными буквами поэтому можем работать только заглавными и на самом деле я это уже проверял и я заранее знаю что получится должно что-то вроде что мне такое то что мы можем То есть, если это у нас аргумент, то получить подобное слово «мебет». Где-то что-то. Я ошибся. Где же? Вот где же. Компастик, оно работает. Чтобы вам не выглядело так, если вы правильно все дела, можно написать негативный тест. Ну, чтобы убедиться, что у нас все работает правильно, и это не что-то неправильное. То есть, мы вызовем, допустим, дефод. И напишем, что будет отличающаяся. А ждать будем все то же самое. Оно упало. Как бы. Что я ожидал? Потому что тест заранее неправильный. И мы от него просто избавимся. Собственно, это основная идея симметричного шифрования. То есть, для того, чтобы весь вот этот кей, он используется и в код, и в декод. И на самом деле, мы можем поэкспериментировать, поменять его. Но если он будет разный у кода и декода, то мы будем стабильно получать вместо, собственно, данных, которые хотелось бы. Сейчас мы пойдем и быстро перейдем к асимметричному шифрованию. Подготовил я тут пару слайдиков, для того, чтобы описать, как он работает. Вот алгоритм Дефик Хеллмана на данной картинке. Картинка, на самом деле, с Википедии. И если я очень плохо и непонятно рассказываю, там можно почитать еще раз. Может быть, это будет более понятно. Есть два человека, которые хотят передать между собой сообщение. Алиса и Боб. У них у каждого есть по приватному ключу, который здесь обозначен как А и Б. И есть Г и Б, которые доступны всем. Это большие простые числа. С помощью такой математики, нехитрой, на самом деле хитрой, Алиса и Боб, независимо друг от друга, имея свои приватные ключи и имея общие G и B, буквы, значения, получают одинаковые приватные ключи. То есть приватный ключ нигде никак не передается. Есть общедоступная информация. Есть приватная информация, которая хранится у двух желающих передать и получить сообщение. И на основе этой информации они, независимо друг от друга, путем нехитрых вычислений, получают одинаковое значение, одинаковый приватный ключ. Почему у них это получается? Ну, собственно, математика на их стороне. Это базируется на модулярной арифметике. Там несколько правил основных. То есть что здесь есть? Ну и что такое модулярная арифметика? Вот, условно, у нас есть два числа А и Б. Мы их складываем и хотим получить остаток отделения на другое целочисленное число. Собственно, это операции преобразования. Каким образом можно работать с этими выражениями в терминах, в математических терминах. И на основе вот этого выражения, собственно, строится алгоритм, как просто вычислить значение, необходимое нам. Здесь, собственно, расписан алгоритм, как посчитать 3 в степени 90 и получить остаток выделения на 5. Делается это через преобразование 90 в двоичную систему числения. Создаем массив из значений, которые вы читаете следующим образом. То есть первое значение – это, собственно, то значение, которое есть. Дальше мы возводим во вторую степень, берем остаток отделения на 5. Результат – это следующий элемент. В квадрате остаток деления на 5. И, собственно, путем таких нехитрых манипуляций мы получаем число 4. Это все базируется на вот этой единственной формулке. Зачем все эти танцы с губном, если питон позволяет нам посчитать это значение напрямую? То есть ничего не мешает сделать вот так. И мы, собственно, получили число 4, которое ожидали. Потому что вычисление в лоб – оно очень ресурсоемкое. И вот на этих значениях в питоне есть большие целые значения. Допустим, обычно эти алгоритмы реализуются на сях более низкого уровня для большей производительности. И там переполнение более критично. Здесь питон это просто все привел к большим целочисленным значениям и посчитал. На самом деле это не очень эффективный способ, но я думаю, сейчас мы тогда так и сделаем. То есть что мы сделаем? Мы напишем тест, который будет проверять, каким образом, как... Собственно, напишем тест для того, чтобы посчитать вот то, что здесь написано. Что мы назовем modExp. Потому что теорет в остатке – это как бы модулус, а exp – это экспонент. Вот. И способ нового вызовем не существующую функцию. Ей мы отдадим... Первым аргументом будет троечка, вторым – exp. мы откликнем, соответственно, модуль. И мы должны получить 4. Посмотрим. Очевидно, что мы не получим 4, потому что функций нет. У нас было то число, которое мы возводим в степень. Второе. Вот целочисленные значения и модуль. И в результате мы тоже ожидаем получить целочисленные значения. Сейчас мы сделаем предельно наивную реализацию. И он нам это позволяет. Время нам это не позволяет. Поэтому мы читаем все в лоб. И, думаю, мы должны пройти тест. Итак, мы это сделали. Так. Что теперь? Теперь нам нужно реализовать непосредственно протокол. и хотелось бы это сделать как-нибудь проще. Для этого мы тогда сделаем что? Пишем класс пользователя. Вот так. Питон поддерживает объекты. Объектную модель ОВП. И при создании классов, как бы считается хорошим стилем, наследоваться от базового объекта. Г. Г будет большая константа. Сейчас пишу. В терминах Питона это переменные уровни класса, которые доступны всем объектам класса и ничем особо не скрываются. Эти переменные нужны для работы алгоритма. Это, собственно, публичные переменные, которые, в основе которых, с использованием которых генерятся ключи, необходимые нам. У каждого объекта класса есть его приватный ключ. Сделаем, наверное, так. 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 И у нас... она должна случайным образом сгенериться. Для этого что мы сделаем? Мы сделаем... Позовем из модуля Random. Method. RandRange. И здесь нам нужно указать пределы, из которых будет вытаскиваться случайное число. Ну, пусть это будет... Вот. Штыри девятки до... Пятидесят. Вот так. Метод, который выдавается при создании объекта, то есть инстанцирование класса. То есть создав объект, ему будет доступна JIP переменная и у него появится своя уникальная переменная A. Помимо переменной A, ему надо... Это главное, которое будет, собственно, как это выразиться. Ну, сейчас я допишу и мы увидим, как оно должно быть. Так. Как же оно должно быть? Собственно, A большая, A маленькая, J, P. А большую мы считаем. То есть G степень A по модулю P. G степень A по модулю P. И должен быть приватный ключ. Сейчас нет. Напишем. Для того, чтобы создать этот приватный ключ. Для того, чтобы его создать, вот, собственно, нам нужно... В терминах Дефи Хеллмана A и B большая это публичные ключи. Вот. Нам нужен публичный ключ. А K это будет приватный ключ. А, собственно, A маленькая, приватный ключ. K будет тот общий ключ, который генерят пользователи. Ага. Ага. Поэтому... Он снова вычислил и мы ничего не возвращаем. Возьми ключ. Так. полученная нами переменная времени у нас все меньше и меньше убедиться я не ошибся и она работает собственно алиса которая алиса и про символ объекта мы попросим аналогично нам нужно назначение алисы и теперь мы можем убедиться что приватные ключи которые мы получили одинаковы несмотря на то что мы передавать только личную информацию где-то я ошибся а ну да правильно я сделал присвоение потому что здесь должен стоять ошибка у нас вот здесь методы класс питона первый аргумент всегда принимают объект класса self это в данном случае объект юзера то есть у боба self это боб у алисы self это алиса и работает работает на самом деле она благодаря как раз таки модулярной арифметики и гарантирует мы передаем только личную информацию на основе которой каждый пользователь генерит вот этот свой внутренний ключ который будет одинаковый при одинаковых входных данных если делать атаку человеку в середине которая митом атака злоумышленник может получить только собственно вот эту боб эй и алисы помимо этого ему злоумышленнику доступны доступны переменные которые никто не скрывает потому что не так что страшно и на основе вот этих трех значений для того чтобы злоумышленнику вычислить вот этот приватный ключ который мы здесь достаточно просто вычислили ему нужно непропорционально много вычислительных ресурсов собственно на этом строится логика алгоритма он ничего как такового не скрывает просто за счет того что та информация которая публично доступна на основе нее можно получить приватную информацию только потратив непропорционально много вычисленных ресурсов помню читал статейку по поводу американского агентства безопасности с текущими ключами размером в 512 бит для того чтобы посчитать все возможные варианты для одного набора публичных данных им нужно было бы что-то порядка года вычисленных ресурсов на кластере и стоимость поддержки этого кластера исчислялась миллиардом долларов как бы непропорционально дорого для того чтобы взломать вот этот риф собственно на том и стоит интернет на том что слишком это дорого непропорционально дорого для того чтобы взломать один-единственный коннект а если менять ключи часто и использовать большие значения вот этих переменных то сложность растет еще больше вот примерно вот так на самом деле времени категорически не хватило но вот это наивная реализация которую я сделал ну учитывая что вот это вычисление по модулю вычисление степени по модулю оно очень простое то есть в реальных системах все-таки придерживаются алгоритмов похожих на вот этот но более сложных более оптимизированных и все-таки не на питон конкретно для питона есть библиотека их на самом деле несколько одна крипто другая RSA в которых эта вся логика реализована таким образом что ну то есть как на питоне реализуют вещи которым критична производительность пишут все на C и делают интерфейс на питоне который обращается на самом деле с C-шным кодом тут собственно есть готовое решение которое нужно использовать вот этот вебинар и вот этот код который был здесь написан он нужен только для понимания того что происходит под капотом вот примерно вот так ну я смотрю комментариев не очень много может быть есть у кого-нибудь вопросы я что-то не до конца раскрыл если они есть задавайте я чего-нибудь отвечу вот тут сколько времени есть кому времени жалко ну а если вопросов нету то как бы наверное тогда закончим ну да я учитываю что есть задержка трансляции по всей видимости никому особо спросить нечего я наверное презентацию исходные коды ну те исходные коды которые есть сейчас тут на это хочется смотреть плакать на все но на большую часть вот вот маленько подкорректирую принтаж положу и добавлю наверное ссылок на оригиналы то есть где можно почитать про то что я рассказывал и положу это все в репозитории репозитории наверное добавлю в описание к видео вот я вижу вопросы вопросы задавайте вопросы я как раз готов на что-нибудь ответить я думаю если не задать вопрос сейчас то есть мой профиль на Geekbrain и там я думаю личные сообщения есть ну по крайней мере там есть публичные комментарии в которых можно что-нибудь спросить и я что-нибудь отвечу как-то так да ссылки на оригиналы на подправленный код который не стыдно на гитхабе выкладывать я это выложу и добавлю в описание к видео ссылочку ну ну на самом деле хорошо что все понятно потому что мне казалось что не очень было все понятно но это радует так тогда если больше вопросов и чего-то еще ни у кого нету тогда наверное на то мы закончим тогда всем спасибо что посмотрели меня выдержали этот час и может быть до новых встреч да и вам спасибо что смотрели пока тогда всем